Всем привет! Я Рита Мурадова, это мой канал на YouTube, и сегодня мы с вами поговорим о теме, которую достаточно часто у меня запрашивают. Это тема головных уборов зимой, какие в принципе существуют, на какие стоит обращать внимание, и очень важный момент, как они и какие из них сочетаются с верхней одеждой и какой верхней одеждой. То есть, например, сочетается ли пуховик с вот этой шапкой, или сочетается вот эта шапка с таким видом верхней одежды. Поэтому об этом сегодня поговорим, и если эта тема вам интересна, продолжайте смотреть. И перед тем, как мы с вами будем стартовать, я хочу напомнить, что у нас продолжается и уже закрывается. У нас осталось на сегодняшний день всего одно место на курс стиль для себя, который уже будет в январе, и у нас осталось два места, если я не ошибаюсь, на курс презентации стилиста, который тоже будет в январе. И в принципе у нас сейчас заканчивается регистрация на большинство курсов нашей школы стайлист. Обратите, пожалуйста, внимание, те, кто давно хотели зарегистрироваться, те, кто хотели сделать подарок себе или близком виде курсов нашей школы стайлист, тоже обратите внимание. Ссылка на регистрацию на наши курсы будет прямо под этим видео. Давайте с вами стартовать будем с самого начала. Поговорим, в принципе, о типах головных уборов, которые существуют на этот период, на демисезон и скорее даже на зиму. У нас есть шапка, у нас есть шляпа, у нас есть платок. И, естественно, я не говорю про платок. Когда я говорю о платке, я не говорю, естественно, о каком-то таком легком шелком. Я скорее говорю о шерстяном. Хороший, качественный, плотный состав. Панамка рыбака, популярная сейчас, невероятно популярный элемент головного убора. Он не всем идет, как и, в принципе, не каждый с головной уборов и головных уборов идет абсолютно всем, поэтому это очень спокойная, понятная истина. Панамка рыбака это скорее такой головной убор для экспериментаторов, для озорников. Это не головной убор для людей классиков, которые очень любят такую простую, понятную классическую одежду. Это не головной убор чаще всего для людей драматиков, потому что сама по себе панамка, она такая веселая, и она вот эту вот нотку веселья добавляет в образ. Следующий момент у нас это кепка. Кепка может и должна быть в гардеробе головных уборов на зиму. Естественно, мы не говорим про летнюю кепку, мы говорим про уплотненный материал, это кожа, замша, может быть, даже утепленная кепка изнутри. Она прекрасна двумя причинами. Первая, она хорошо и плотно прилегает к голове. Естественно, это всегда минус для прически, но в целом, если мы надеваем головной убор, мы уже предполагаем, что немного прическа будет разрушена. И второй момент, естественно, когда идет снег, вот этот козырек прекрасно защищает от снега и даже от части ветра или чего-то, что может там падать сверху, вот эти вот завихрения какие-то зимние. Поэтому, на самом деле, обратите внимание на кепку, не отметайте ее. Естественно, для зимы специфическая кепка нужна, не стандартная летняя. Следующая у нас это ушанка. Шапка-ушанка популярна в том числе в особенности зимой. Естественно, она скорее уже видоизмененная шапка-ушанка, не та, которая у нас была раньше. Сейчас это шапка-ушанка с овчиной натуральной или искусственной. Сейчас она украшена какими-то декоративными деталями. Сейчас очень аккуратные все эти швы и иногда они на выворот. Сейчас нет какого-то масштабного меха и она скорее не меховая, а больше с овчиной или другими материалами. Она более объемная, утрированная, объемная для того, чтобы компенсировать объем верхней одежды и создать какой-то баланс. Вот так она выглядит. Дальше у нас есть балаклава, популярная в нынешнем сезоне. Если помните, мы даже с вами говорили про какие-то странные тренды или все, что происходит в ближайшее время. И вот балаклава была одной из них. И многие, в принципе, мне кажется, до сих пор не привыкли к тому, что балаклава популярна. Да, она очень особенно специфическая. Балаклава это такой головной убор, который на самом деле многие из нас помнят с детства, потому что на нас их надевали, потому что вот этот вот прорезь для глаз и прорезь для рта, для носа, это так смешно. У тебя все здесь укутано, она же полностью надевается на голову, это как такой мешочек с прорезями. И шею тоже укутывают, поэтому она действительно практичная, если честно, мне действительно удобно. Есть балаклавы, в которых просто прорезь для лица, то есть они вот часть волос и лба затрагивают, часть подбородка, и все остальное закрыто, вы выбираете под себя такую. Естественно, балаклава это тоже головной убор для экспериментаторов и прекрасный, безусловно, вообще понятный головной убор для людей, которые занимаются спортом, особенно горнолыжным спортом. Следующий у нас головной убор это кепи, такая вот кепка какого-нибудь проводника, что ли, у нее так много названий на самом деле, Baker Boy Hat, то есть это мальчик, который работает в пекарне, носил якобы когда-то вот такую подобную кепку кепи. Она более объемная вверху, здесь есть каемочка и здесь небольшой козырек. Естественно, все это видоизменяется, это может быть очень объемный верх, это может быть более объемный козырек, но в целом принцип понятен и, естественно, кепи на зиму всегда более плотные, фетровые или кожаные, или замшевые, кожзам, что-то, что будет сохранять тепло. И последнее, не стоит его отметать, это берет, он тоже актуален, он сейчас не так актуален, как ранее. Вот буквально пару сезонов назад берет это все, что носили все на свете в различных оттенках, у каждой модницы в гардеробе было штук 10 с принтами с вуалью, без. Сейчас, мне кажется, от беретов остался только фильтр в инстаграме, знаете, в сториз, который появляется тот берет с вуалью и такие красные губы, очень смешной. Но в целом берет действительно это классический элемент головных уборов, вот этого гардероба головных уборов, поэтому его отметать не нужно, если он подходит вашей форме головы, форме лица, если он подходит вашему стилю, то, как и любой другой элемент гардероба, он может оставаться у вас в гардеробе и прекрасно вам служить, и со всем сочетаться. Теперь давайте поговорим о лучших брендах головных уборов, которые на данный момент существуют, и после этого перейдем к сочетаемости. Лучшие головные уборы существуют в следующих брендах, это КОС. И я, как обычно, рассказываю несколько ценовых сегментов, это очень важно, потому что каждый из нас сам для себя решает, какую сумму он хочет потратить на головные уборы. Это КОС, прекрасные вязки, прекрасные кашемировые изделия, прекрасные комплекты из шапок и шарфов, замечательное просто качество. Дальше у нас это Баленсиага, это много шапок, действительно там есть. В Other Stories есть шапки, кейпи, из кожзама кейпи, там есть береты, обратите внимание. В Other Stories, кстати, и в КОСе появились вот эти вот панамки рыбака. Дальше у нас есть Covering Number One, это украинский замечательный бренд, который стал уже интернациональным. Очень стильные, классные у них изделия, у меня от них есть замечательный платок, который вы уже видели на мне, на самом деле, в Инстаграме, как раз в сочетании с пуховиком, потому что мы еще об этом поговорим, пуховики с платками прекрасно сочетаются. Дальше у нас есть Ghani, и Ghani делает замечательное, так же, как любые скандинавские бренды, очень теплое вязанное изделие, трикотаж, и в том числе головные уборы, шапки у них замечательные есть. Rag'n'Bone, Rag'n'Bone специализируется сейчас вот в сезоне, у них замечательные кепки. Именно кепки с козырьком, из искусственной замши и натуральной замши, из кожи. Обратите внимание, очень приятных нейтральных оттенков, и будут замечательно сочетаться с верхней одеждой. Следующий у нас это Acne Studios. Acne Studios это всегда бренд, на который можно положиться в плане вязки. У них, опять же, есть шапки, шарфы, у них есть кепи, если я не ошибаюсь, в этом сезоне, у них есть вот эта вот панамка рыбака, есть манго, и в манго всегда есть все, у них даже есть хороший качественный кашемир, я очень рекомендую. И есть Mazon Michelle, это Mazon Michelle, это бренд, в первую очередь, специализирующийся на шляпах. Но это премиальный бренд, так что, естественно, если вы хотите потратить там деньги, более 400 евро на шляпу, вам стоит обратить внимание на этот бренд, он достаточно известный, он во многих концепт-сторах и во многих магазинах и торговых центрах представлен по всему миру, люксового и среднего ценового сегмента. Так что, если вам нужна одна качественная крутая шляпа, фетровая, которая не потеряет форму, которая замечательно выглядит, то обратите, пожалуйста, внимание на этот бренд. И все вещи, которые я сегодня покажу, ссылки на них я обязательно оставлю под этим видео, поэтому ссылки на все шляпы, представленные в этом видео, на пуховики и так и тому подобные, будут в описании под видео. Давайте с вами стартовать, давайте поговорим о том, собственно, что с чем сочетается. Будем стартовать с первого нашего экземпляра, с пальто. Итак, вы видите перед собой, значит, пальто у нас, я взяла причем различную верхнюю одежду в нескольких оттенках, для того, чтобы мы могли посмотреть не только на черный пуховик, черное пальто и так далее, а на такую вариацию того, как все может быть, но в целом все равно это нейтральные оттенки. И головные уборы некоторые я взяла чуть поярче, на всякий случай, для того, чтобы, опять же, все не смешивалось воедино в какое-то одно большое непонятное пятно. У нас пальто, и с пальто у нас сочетается платок шерстяной, прекрасно сочетается. Это может быть шерстяной, это может быть укороченный, может быть более длинный. На самом деле даже шелковый платок прекрасно сочетается с пальто, но в целом это не самое практичное решение для того, чтобы вам было тепло зимой. Пальто и платок – это очень классическое женственное решение для тех, кому это интересно. Дальше у нас есть балаклава. И балаклава – это, опять же, рисковое решение для тех, кто хочет поэкспериментировать. Пальто для того, чтобы носить с балаклавой, желательно, чтобы было длиной мидии или чуть ниже, или уже укороченное. Вот эта странная длина чуть выше колена не очень подойдет для сочетания с балаклавой, потому что балаклава это очень такой экспериментаторский, дерзкий вид головного убора, которому нужна небольшая компенсация. Слишком классические модели одежды не очень хорошо будут сочетаться с ней. Так что вот балаклаву можно носить с пальто. Дальше нашу вот эту вот панамку рыбака прекрасно можно сочетать с пальто. Он на самом деле, опять же, это выбор для озорников, для людей, которые любят экспериментировать со своим внешним видом, которые любят играться с модой и с одеждой. Это замечательный вариант. Дальше у нас есть шапка. Шапка, небольшой спойлер, подходит практически всем видам верхней одежды. На данном случае я взяла такую нейтральную серую кашемировую шапку, абсолютно универсальную, чтобы было понятно сочетание. Более того, я хочу напомнить, что сочетание вот этих комплектов из шапки и шарфа абсолютно одинаковых, очень актуально. Не бойтесь его. Я знаю, что вам уже, наверное, тысячу раз кто-то сказал о том, что ай-яй-яй, ни в коем случае это антитрон. Сочетать, значит, в одном комплекте, в одном наряде сочетать и шапку, и шарф из комплекта можно, нужно очень стильно. Если мы, конечно же, говорим о нейтральных, каких-то бездекоративных деталей вот этих вот комплектах. Дальше у нас есть меховая шапка, и в данном случае меховая шапка у нас приняла такую интересную форму. Она как полукепи, полуберет, полушапка. Это искусственный мех, естественно, вы для себя сами выбираете, но я бы делала выбор в пользу конкретно искусственного меха, потому что с ним намного больше сейчас в модном мире экспериментов. Классические шапки, они обычно исполняются из натурального меха. А вот там, где имеет место эксперимент с формой, с объемом, с декоративными деталями, там появляется чаще всего искусственный мех, что просто прекрасно. И в данном случае это очень интересный такой переливистый графитовый и светло-серый оттенок. Она такая текстурированная, она прекрасно будет садиться на девушек с формой лица овал, или формой лица квадрат, или даже скорее прямоугольник. Не очень хорошо вот такой головной убор будет смотреться на девушках с круглой. формой головы, на девушках с круглой формой головы желательно иметь что-то, вам что-то желательно называть такое с угловатостями, то есть шляпы или платки, что-то, что не будет совсем обжимать, обтекать вашу форму головы, и тем самым еще раз больше утрировать и подчеркивать то, что она круглая. Потому что достаточно часто, если есть какой-то перекос как раз в сторону круглой формы головы с помощью головного убора, это можно утрировать и сделать не очень симпатичным. И ваша голова будет казаться похожей на футбольный мячик. А мы, естественно, совершенно не стремимся к этому. Дальше у нас есть замечательный головной убор шляпа, классическая. Дальше нет никакой преференции в том, мы выбираем шляпы с узкими полями, с широкими полями. Вы для себя решайте, какая шляпа вам интересна. Опять же, шляпа и поля зависят от вашей верхней одежды и зависят от вашего роста. Девушкам с небольшим ростом я не советую надевать широкие поля, потому что они визуально делают из вас грибочкой и приземляют очень сильно. Следующий головной убор у нас это берет, прекрасно считается с пальто, я думаю, что все это знают. Это шапка-ушанка с овчиной, можно даже меховой, если вы найдете какую-то интересную, крутую, в скандинавском стиле носить пальто. И, в принципе, такое универсальное правило, если есть один материал, лучше такой же уже не повторять в верхней одежде. Если у нас есть мех на головном уборе, то лучше, чтобы меха на одежде не было. Соответственно, шапка-ушанка, вы можете уже предсказать, не будет сочетаться с шубой. И последнее у нас это кепи, кепи-пальто. Я думаю, что здесь вообще никаких объяснений не нужно. Прекрасные материалы, различные, один более гладкий, пальто более текстурированный, замечательное сочетание. Дальше, следующий, кто у нас на очереди, это пуховик. Следующий у нас пуховик, и с ним сочетается платок. С платком вы уже видели даже подобный образ у меня в инстаграме, с красным пуховиком укороченным на поясе. Платок это очень недооцененный головной убор. Я совсем не понимаю, почему люди настолько отвыкли от него, и многие считают его несовременным, и говорят, что ты похож на бабушку, если ты его носишь. Это очень красиво. Это сохраняет прическу намного лучше, чем все остальные головные уборы. Поверьте мне, я уже экспериментировала со всем, и мои кудрявые волосы очень прихотливые, так что я точно знаю, что говорю. И платок настолько универсальный, что практически со всеми видами верхней одежды он сочетается. И он не занимает места в сумочке. Когда вы зашли в помещение, вы сняли платок, сложили его в сумку, и все. С другими головными уборами обычно возникают проблемы, потому что куда ты положишь шляпу, если ты с ней ходишь в помещении. А платок? Платок можно положить. Дальше, балаклава. Балаклава и пуховик. Идеальное сочетание. Спорт-спорт. Замечается на что-то более яркое, что-то приглушенное. Панамка, рыбака. Да, можно сочетать с пуховиком. Не совсем вот такой цветовой вариацией, которую я сейчас показала, потому что я просто попыталась выбрать максимально нейтральный. Но вот в данном случае лучше бы, чтобы оттенок у этой панамки был серый, или пуховик был другого цвета, чтобы они лучше сочетались. Потому что иначе получается слишком большой контраст между головным убором и пуховиком. А головной убор и так сам по себе достаточно заметный и яркий. И не нужно его еще этим контрастом больше акцентировать. Дальше у нас есть шапка. Шапка, пуховик, все понятно. Дальше у нас есть меховая шапка. И меховую шапку как раз можно легко сочетать с пуховиком, потому что текстуры меха не присутствуют. Если, конечно, у вас нет меховой оборки на капюшоне, тогда не стоит. Дальше у нас есть кепи и есть берет. Тут все понятно. Следующий кандидат у нас это шуба. С шубой сочетается платок. Абсолютно замечательно. Очень красиво смотрится. Многие достаточно часто задают вопрос именно по поводу шубы. Что носить шубу в плане головного убора. Вот вам, пожалуйста, ответ. Балаклава однозначно, да. Шапка точно. Кепи однозначно. Шляпа однозначно. И берет однозначно. Вы видите, что некоторые здесь не присутствуют. Панамка не присутствует. Но в целом с шубой очень многие изделия сочетаются. Единственное, что, опять же, напоминаю, что если у вас присутствует какая-нибудь акцентированная точка в виде меха на головного море, естественно, не нужно этот головной убор надевать с шубой, чтобы это не смотрелось излишне насыщенно и вот как-то действительно старомодно. Лучше избегать такого сочетания. И последнее у нас это парка. И парк актуально. Мы с вами говорили отдельно про верхнюю одежду на канале, верхнюю одежду на зиму. Вот эту, какая у нас актуальна, какая в моде, как она выглядит. Ссылку на это видео я постараюсь, если не забуду, оставить внутри этого же видео сейчас. Так вот, парки актуальны. Просто нужно понимать, с чем мы их сочетаем. И желательно, чтобы это была не была парка, чтобы это была не была, была не была, чтобы это не была парка, знаете, с вот таким вот разноцветным мехом. Тогда, конечно, это не лучший вариант. Но в целом с паркой сочетаются и платок, и балаклава, и шапка, и кепи, и шляпа, и берет. Так что дальше вы уже просто выбирайте для себя, что вам подходит, что вам больше нравится, что вам интересно. В целом я должна сказать, что очень многие почему-то останавливаются, если мы говорим про зиму, исключительно на шапке. На сезон зима, осень, на любой зиме сезон. То есть все помнят только шапку, про другие головные уборы забывают. Поэтому, пожалуйста, я очень надеюсь, что это видео вам поможет сконцентрироваться на объеме и возможностях мира головных уборов, которые нам сейчас предоставляет мода. Обратите, пожалуйста, внимание на все эти бренды, которые я указала. Там действительно качественные, классные изделия. Я их уже показывала в этом видео. Ссылки на все вещи из этого видео я оставлю внизу. Я надеюсь, что это видео было вам полезным, интересным. И теперь у вас будет больше поля для экспериментов в мире. Верхняя одежда и его сочетание с головными уборами. А вам классного, крутого, вдохновенного, легкого вашего дня.